Перебегать дорогу в неположенном месте. Кажется, для некоторых людей это занятие превратилось в хобби. Искоренить вредную и опасную для жизни привычку госавтоинспекторы пытаются уже много лет. На этот раз люберецкие стражи порядка провели очередной рейд – пешеходный переход. Нарушители ловили возле станции Люберцы-1. Здравствуйте, а почему дорога в неположенном месте приходится? Да я здесь перехожу. Здесь – это значит, где удобно, а не где правильно. Именно таким принципом руководствуются пешеходы-нарушители. А таких возле станции Люберцы-1 немало. Переходите, не установлено для перехода месте в зоне видимости пешеходных переходов. Не сложно было дойти? Не заметили с двух сторон находиться пешеходный переход? Документы ваши, быстрее личность. Не заметил, хотел сэкономить время, всегда так делаю, на дороге не было машин. Вот обычные отговорки людей в таких случаях. Однако сотрудники ГИБДД предупреждают. Самое малое, что вы можете получить за нарушение ПДД – это штраф в размере 500 рублей. А в некоторых случаях за желание перебежать по-быстрому пешеход расплачивается собственной жизнью. Статистика по Московской области дорожного транспортного происшествия с участием пешеходов говорит о том, что с начала года у нас, к сожалению, наблюдается рост данных происшествий. Основными нарушениями, как я уже говорила, являются нарушения перехода проезжей части и не пропуск пешеходов на пешеходном переходе. Это обратная сторона медали. Даже законопослушные пешеходы не могут быть уверены в собственной безопасности. Ведь не все водители считают нужным пропускать их на зебре. Если человек идет к пешеходному переходу, вы покупаете, проезжаете. Я же ему не мешаю. За непропуск пешехода на зебре этот водитель, как и любой другой нарушивший ПДД, заплатит штраф от полутора до двух с половиной тысяч рублей. Кроме карательных мер, стражи порядка применяют и поощрительные для тех, кто ПДД знает и соблюдает. Будете модными, красивыми и безопасно дорогу. Рейд пешеходный переход Люберецкие госавтоинспекторы проводят в среднем раз в месяц. За один выявляют от двух до четырех нарушителей. Мария Лапчева, Дмитрий Радзянко, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Луиза, а вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и комментируйте, и вы будете в курсе самых интересных событий.